Когда вы создаете мультфильм о доисторической семье, вы в конечном итоге допускаете некоторые вольности. Ряд деталей, включая силу пещерного человека и физику палеотолита, в семейке Крутц замечают только взрослые. Окружающая среда, в которой живут Крутц, сурова и бесплодна – это пыльная пустошь, населенная неугомонными птицами и гибридом совы и кошки. Но не переживайте, детишки, наши предки сильные и стойкие – они могут метать массивные камни и бегать со скоростью ветра. Мультфильм представляет собой сборную солянку с изображением проделок хитрого койота. Однако в первые несколько минут, после того, как он приехал головой в Валун, глава семьи Грук бросает забавную шутку, которая всех очень веселит. После отчаянной борьбы за свой завтрак, который представляет собой всего лишь одно большое яйцо, Грук получает лишь небольшую порцию. Какова же его реакция? – Ну, все хорошо, я... я съел вчера неделю. С точки зрения контекста, шутка работает и задает веселый тон. Но, учитывая все физические преимущества семейки Крутц, удивительно, что она может сохранять прекрасную физическую форму, съедая только одно яйцо в неделю. Совершенно очевидно, что им нужно есть, чтобы выжить. Может быть, дело в ДНК пещерного человека? Потому что, как только мы встречаем малого, мы видим, что он немного худее и далеко не так силен, как любой из семейства Крутц. Это интересный факт, с учетом того, что ему легче достать еду. Он даже знакомит семейство с понятием «остатки еды». Глава семьи, стойкий отец Грук, сделал то, чего хотят все родители. Он сохранил своим детям жизнь, внушив им страх перед всем. Конечно, он это сделал из-за заботы. Учитывая, что эта пещерная семья является последней, поскольку все остальные семьи погибли, разумно, что он выбрал именно этот путь. Но доволен ли всемогущий глава семьи своей ролью? Конечно же, нет. Все, что идет вразрез с его планами, приводит его в бешенство. Он настолько властен, что его жене Уге приходится буквально отталкивать его от себя. Хорошо, что в этой семье из каменного века есть немножечко от современной семьи, иначе их приключение приобрело бы темные очертания. Есть некоторые печальные особенности, на которые необходимо обращать внимание ради выживания. Одна из них – нескончаемая потребность Грука в одобрении окружающих. Ему нужно, чтобы его руку постоянно держали. Когда приходит время нырять или плавать, мы наблюдаем, как Грук опускается на дно озера со всей печалью, которую способен выразить примитивный разум. Дети, посмотрев этот эпизод, подумают, что Грук – дурачок. Взрослые же будут сочувствовать его тяжелому положению. К сожалению, диапазон человеческого голоса имеет свои пределы. Мы можем кричать сколько угодно, но нас будет слышно лишь до определенного расстояния. Хорошо, что наши предки открыли для себя силу раковин моллюсков. Похоже, что первооткрывателем первого мегафона был малой. Раковина формируется водными улитками и в основном находится возле крупных источников воды. Найти ее где-то за исключением океана маловероятно, и если она и обнаруживается в других местах, это означает, что там раньше существовал водоем. В конце мультфильма о семейках Руц все главные герои доходят до океана, и начинается следующая глава их истории. То, что океан является их пунктом назначения, подразумевает, что они не находили его ранее. Так откуда же у них столько ракушек? Малой раздает их, как леденцы. Даже самый любознательный ребенок может удивиться избытку раковин, которые имеются в сумке малого, когда они отправляются в лабиринт туннелей. Малой может быть генератором идей, но это не означает, что ему по силам абсолютно все. Нам кажется, он явно не проводил время в одиночестве на другом океане, занимаясь выращиванием ракушек. Когда Грук прощается со своей семьей, он резюмирует все, что должен был сказать своей дочери, Гиб. Он также заключает свою дочь в объятия. Затем она спрашивает, как называется это новое изобретение, которое помогает подбодрить в трудной ситуации. Он отвечает, что это называется объятие. Этот момент заканчивается тем, что отец говорит дочери о своей любви. Детям, вероятно, к этому времени уже надоедают все эти проявления чувств, но взрослые, возможно, зададутся вопросом, почему, черт возьми, у этих людей существовало слово для такого сложного понятия, как любовь, и не существовало слово для такого столь простого понятия, как объятие. Пещерные люди воспринимают все очень буквально. Это можно заметить в предположении Ги потом, что огонь является живым лишь потому, что Малой сказал, что он умирает. Слова, которые эта семья использует, привязаны к действиям и вещам – пещерам, камням, бегу, крушению и т.д. Замечательно, что в их лексикон было добавлено слово объятие. Это демонстрирует внесенный Гругом вклад и его развитие. Но любому человеку известно, что слово любовь гораздо сложнее понять. Похоже, авторы фильма не разрабатывали формулу и не давали интерпретацию эмоций неандертальцами. Может быть, создатели фильма посчитали это слишком слащавым? Любой взрослый, который попытается не пустить слезу перед своими детьми, когда семейка Крутц отдаёт дань уважения своему погибшему главе семьи, согласится с этим. Маловероятно, что дети обращают внимание на метафоры, когда перед ними появляется буйство красок и глупостей. Но взрослым будет трудно не заметить культурных сходств между современным миром и миром пещерных людей. Сходства становятся более очевидными, когда мы слышим, что голос отца, в озвучке Николаса Кейджа, не изменяется со временем. Его сухая, раздраженная, протяженная речь помогает отразить суть фильма – нужно либо адаптироваться, либо прыгать в реку магмы. Есть ещё один персонаж, чьи визуальные атрибуты также помогают сделать вещи очевидными – это, конечно же, Малой. Он одновременно представляет прогресс и фабрику идей, и одновременно кормит зрителей здоровой дозой шуток. Его прическа является красноречивым свидетельством того, что перед нами – либеральный хипстер, особенно с учетом того, что мультфильм был выпущен в 2013 году. Малой невинно демонстрирует лучший подход к ситуациям, с которыми герои уже не раз сталкивались, но ему не хватает лидерства, которое приходит с годами кулачной борьбы с хищниками. И дело не в том, что Грук или Малой ошибаются в своих подходах – они просто разные. Если родители недовольны представлением какой-либо из сторон, то они просто неправильно смотрят на фильм. В конце концов, главные герои достигают своего нового рая, работая вместе. Каждый из них растет по-своему и в процессе усваивает печальный урок – свекрови бессмертны и лучше просто к ним привыкнуть. Любого, кто участвовал в турпоходе и ощутил, как изнутри закипает первобытная ярость, когда начинают крутить палки между растопками, может удивить то, как семейка Крутц справляется с огнем. Попытка добыть огонь трением камней – невероятно неприятное занятие, но, очевидно, у Малого нет с этим проблем, поскольку он разжигает пламя в мгновение ока посреди стрессовых ситуаций. Черт возьми, он может развести огонь, достаточно сильный, чтобы выдержать воздушные порывы от тысячи хищных птиц. – Оттуда ты приходишь? – Нет, нет, я это сделаю. – Оттуда мне сделаешь! Детская аудитория, несомненно, не осведомлена о проблемах разведения костра, поскольку в настоящее время для кемпинга требуются разве что электрические розетки и парковочные места. Те из нас, кто пережил радость кемпинга в глуши, знают, насколько сложным может быть процесс разжигания огня, особенно если у вас нет зажигалки. Но не будем об этом. В конце концов, гораздо приятнее видеть то, что в жизни семейки Крутц все складывается удачно, нежели вид того, как их растерзает стая плотоядных птиц. Этот эпизод также знакомит семью с Гаем и огнем. Сумасшедшее дурачество в семейке Крутц делает повествование менее скучным. Однако некоторые моменты по-настоящему удивляют. Это детский анимационный фильм, и мы стараемся не придираться. Но как раз в то время, когда Грук хватает семью и прыгает со скалы, большинство взрослых оказываются совершенно ошеломленными тем, как все они выживают при падении с такой высоты. Что ж, хорошо, что эти пещерные люди, судя по всему, неуязвимы для падений. Особенно бабушка, которая может выдержать такое испытание. В первый раз, когда мы видим семейную охоту, роли определяются бабушкой, которую подбрасывают в воздух во время игры в Орла и Решку. В любом анимационном приключении ожидается несколько падений, которые вызовут смех, но в этом мультфильме падений слишком много. Члены семьи запускаются в небо китовым гейзером и приземляются лицом в землю. Они падают в гигантские лабиринты после того, как в земле неожиданно происходит взрыв. Их даже подбрасывает в воздух из-за ряда инцидентов. Но каждый раз, когда они падают, они сразу же встают, что должно быть нравится юным зрителям. В реальном мире на то, чтобы научить милого маленького щенка тому, что коврик – неподходящее место, чтобы бросать свежий хлеб, уходит гораздо больше времени. Другими словами, взрослые слишком хорошо осознают первобытное безразличие природы. Дети избалованы приручением видов на протяжении многих поколений, и, скорее всего, они не получали удар от мула, пытаясь добить свежее молоко для фруктовых хлопьев. Итак, когда семейка Крутц к концу своего путешествия собирает здоровую коллекцию домашних питомцев, малыши даже не моргают. Согласно мультфильму, в эпоху палеолита животных поразительно легко было приучить. Семейка Крутц даже приобретает ездовое животное в виде адской кошки-совы, которая охотилась на них в начале фильма. Но нет никаких объяснений, как они приручили этого зверя. Подразумевается, что все животные имеют встроенную кнопку «Перейти в режим домашнего животного». Единственное, что вам нужно сделать, это не убежать от испуга во время нажатия этой кнопки. Когда стены небольшого оврага семейки Крутц внезапно соединяются, семья теряет свою пещеру – единственное безопасное убежище, которое они когда-либо имели. Однако, к изумлению всей семьи, прямо за стенами пещер простираются яркие джунгли. Одна единственная тектоническая катастрофа открыла им мир, поразительно похожий на мир Аватара, Джеймса Кэмерона. Очевидно, что на самом деле они не находятся на мистической луне Пандоры, но окружающая среда такая пышная и красочная, будто бы под землей и правда находится богатое жило Анаптаниума. Нельзя сказать, что аниматоры взяли страницу из Библии Кэмерона, но все яркие цвета делают джунгли очень нам знакомыми. Дети реагируют на яркие, красочные изображения, поэтому мы не можем утверждать, что рынок ограничен цветовым спектром. Но существа, с которыми мы сталкиваемся в этом мультфильме, включая стаю двухкрылых птиц, летающих над пляжем в финальных сценах, делают эти два фильма очень похожими. Гигантские ездовые тигры и яркие живые цветы также делают мир Крутц похожим на мир Пандоры. Скорее всего, все дело в нас, измученных взрослых, неспособных получать удовольствие от новых вещей и так похожих на Груга. Мы обязательно все сравниваем с прошлым опытом. В конце концов, ни у кого нет монополии на красивые цвета. Тем не менее, если прищуриться, будет несколько сложно отличить эти два фильма. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые фильмы, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова